Померанский театр войны 1655-1660 Боевые действия Северной войны 1655-1660 годов, затрагивавшие шведскую Померанию 1655 год. Шведское Померание послужило одним из двух плацдармов для шведского вторжения в Речь Посполитую в 1655 году. 21 июля 1655 года из Померании в Польшу вторглись 13-650 человек под командованием Арвида Виттенберга, а в августе за ними последовали от 12 до 15 тысяч человек под командованием короля Карла X. Помимо Варшавы и Кракова шведские войска взяли такие города в Королевской Пруссии, как Эль-Бланк и Торунь 1656 год. В 1656 году бранденбургский курфюрст Фридрих Вильгельм I подписал ряд договоров с Карлом X и оказал ему военную помощь, достигнув с шведской помощью своих целей в Пруссии. Курфюрст решил сменить сторону и добиться подтверждения полученного от польского короля и императора Священной Римской империи, в связи с чем стал готовиться к переходу на другую сторону и атаке шведов. В 1657 году в войну вступила Дания, и Карл X отправился с войсками на запад. Воспользовавшись этим, польские войска под командованием Стефана Чернецкого вторглись в южную часть шведской Померании и разграбили города Пазевальк. Гарц и Пенкун. Осенью Бранденбург и Польша подписали между собой два договора, по которым в обмен на признание прав Бранденбурга в Пруссии курфюрст обязывался вступить в войну против Швеции на стороне Речи Посполитой. В 1658 год. Шведские армии перешли к обороне. Польско-литовские войска оказались отвлечены на борьбу с Россией. В результате основным полем боя стало Дания. 1659 год. В 1659 году в шведскую Померанию вторглись войска Священной Римской империи под командованием Жан-Луи Радой де Суши, который сожгли граф Венхаген. Заняли остров Олен, осадили Штетин и Грейсвальд и 9 ноября взяли Деммен. Контратака под руководством генерала Мюллера фон Дёр-Люнина вынудила имперские войска снять осаду Грейсвальда, а генерал-майор Пауль Вирц сумел ударом из осажденного Штетина захватить бранденбургский склад боеприпасов и доставить его содержимое в «Штральзунд». Бранденбургские войска отступили, разоряя по пути местность. 1660 год. Подписанный 3 мая Оливский мир оставил шведскую Померанию за Швецией.